А в Москве прошел необычный тренинг для священнослужителей, посвященный проблемам общения с незрячими и глухими людьми. При поддержке Департамента культуры города Москвы, Культурным центром «Интеграция» была разработана специально обучающая программа. Проект под названием «Люди.Ин». Наш корреспондент Эльвира Гордеева пообщалась с его участниками и организаторами. Почему проект обучения социально ориентированных групп граждан общению с инвалидами, по слуху и зрению, получил столь необычное название «Люди.Ин», нам доходчиво объяснил руководитель проекта. У нас «Ин» – это целая такая философия. Иногда мы пишем название центра нашего «Ин» и дальше дописываем русские буквы «Теграция». Иногда мы пишем «Ин-валид». Причем у нас концепция понимания этого «Ин-инвалидности» немножко другая. То есть это те люди, которые прошли наши тренинги и которые хорошо, правильно, эффективно могут коммуницировать, могут взаимодействовать с людьми с инвалидностью. И тогда у нас получается человек «Ин-валидный». То есть он прошел тест на валидность по общению с людьми с ограниченными возможностями. Участниками этого социокультурного проекта уже стали работники библиотечной сети «Столицы», студенты театральных училищ, представители силовых структур. Это группа – священнослужители. 25 представителей церкви из разных регионов России. Насыщенная программа занятий состоит из двух блоков – коммуникации с инвалидами по слуху и коммуникация с инвалидами по зрению. Такой барьер, наверное, стоит всегда в общении людей, слышащих и не слышащих, что слышит человек и думает, что его не поймут, и он не поймет. И поэтому на этом барьере, ну, лично я, может быть, спотакаюсь, у меня даже нету как-то таких, не очень понимал, как можно с таким человеком начать общаться. А тут, когда видишь, что можно и как-то даже не знаю языкового жеста, как-то стараться выразить мысли, и тебя, может быть, поймут не всегда правильно, но можно как-то попробовать передать информацию. Тут, конечно, этот барьер немножечко так ломается. Каждый тренинг проекта адаптируется под конкретных участников. В данном случае это священники. В рамках своего пастырского служения они должны уметь общаться с особой категорией прихожан, людьми, имеющими проблемы со зрением или слухом. И даже больше они должны знать особенности организации православных мероприятий для этой категории. Нормальное взаимодействие позволит людям с нарушениями слуха, например, ну, не только во церковлению, а почувствовать себя нужным, почувствовать себя частью общества, сообщества и так далее. То есть не один где-то в одиночестве, а где тебя всегда примут, с тобой найдут общий язык, это дорогого стоит. Тренеры и педагоги проекта – люди с инвалидностью, которые не понаслышке знают о проблемах этой категории людей. Только живое общение и прямой контакт помогают лучше усвоить материал. А полноценное погружение участников в мир незрячих и неслышащих людей – на личном опыте ощутить ограничения и сделать единственно верные выводы. Вторая часть тренинга прошла в абсолютно темной комнате, чтобы его участники в полной мере могли ощутить на себе, что чувствует человек, лишенный зрения, и каким он воспринимает окружающий его мир.